В 2020 году последний звонок в Башкирии прошел без торжеств. Глава региона Радий Хабиров запретил выпускникам собираться компаниями из-за ковидных санитарных требований. Школьники лишились главного танцевального праздника в республике – весеннего бала от компании Уфанет, что произошло и в этом году. Дети все же смогли отметить последний звонок, хотя и с ограничениями. В учебных заведениях состоялись торжественные линейки. Мы побывали в Благовещенской школе номер 5. Раньше мы, конечно, проводили его здание, сейчас мы его просто проводим на свежем воздухе. Так же, как вы видите, присутствуют и родители, просто они держат дистанцию. Ну и у нас прошлые годы это были городские мероприятия, которые мы проводили совместно с другими школами, сейчас это мероприятие отменили. Это был, конечно, замечательный день, прекрасный день, и этот день ждали не только выпускники, но и жители города, потому что это был праздник всего города. Ну, праздник должен быть праздником, понятно. Мы в прошлом году провели его онлайн. На самом деле, ну, как-то это грустно было больше, наверное, чем весело. А вот сегодня-то это уже более такой праздник, действительно. Большинство родителей, потому что у нас привились, и поэтому как-то спокойно было, честно говоря. У нас не было такого прям возгущения ни в сетях, ни ко мне не звонили, ни обращались. Как-то спокойно. В начале мая власти региона разрешили присутствие родителей на выпускном, при условии, что у них на руках будет паспорт и медицинский документ. Либо о вакцинации, либо о наличии противопоказаний к прививке, либо о достаточном количестве антител. Вообще было переживание поначалу, очень волновались, хотелось увидеть воочию последний звонок ребенка. Но, слава богу, все получилось, мы здесь и все увидели. Мы боялись до последнего, очень хотелось, чтобы этот праздник прошел именно вот в таком формате. И мы очень рады, что все-таки мы смогли это сделать. И я желаю всем крепкого-крепкого здоровья. Сейчас оно никому не повредит. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Поступать буду? Скорее всего, в Уфу. Но я рассматриваю нефтяной и авиационной. Я, наверное, хочу стать инженером. Поступать я планирую в Казань. Я тоже хочу в Казань. Хочу что-то с биологией, может быть, биолог или что-то такое. Сложновато, пока еще выбирают, конкретно не определился. В Казань хотелось бы, потому что как бы и близко, и можно всегда приехать, и удобно, и всем, и ко мне могут, допустим, приехать. Ну, а свой город, потому что я тут родился, я как бы тут жил. Мне, в принципе, нравится наш город, поэтому я и хотел бы вернуться сюда. Я еще раз хочу сказать спасибо моей учительнице информатики, которая помогла мне определиться с будущей профессией. Я хочу стать IT-специалистом. Я планирую поступать в авиационный институт на факультет робототехники и технологий. Глава района говорит, что выпускников ждут в родном городе, поскольку Благовещенску необходимы молодые специалисты. Нам очень нужны врачи, нам нужны учителя, причем учителя математики, русского языка, башкирского языка. Мы ждем всех, кто будет изменять наш город, делать его лучше, комфортнее. Это их город, в том плане, что это молодые, им его и изменять, надеяться на лучшее. На самом деле мы ждем и строителей, и химиков. У нас много новых производств открывается. Я надеюсь, каждый найдет свое место через 4-6 лет. И всех жду, надеюсь, что они вернутся. Выпускники, в свою очередь, рассказали, в какой Благовещенск они хотели бы вернуться. Ну, в развитие, разумеется, намного более, чем сейчас. И я верю, что это действительно возможно, что у нас есть все перспективы для этого. Ну, конечно, чтобы было больше возможностей для молодежи. Может быть, какие-то новые учебные заведения. Научные центры еще возможно. Чтобы не уезжали, имеется в виду. Потому что в Благовещенске не очень много таких мест, в которых можно развиваться именно научно. На самом деле, вот последние годы столько всяких изменений происходилось. Мне даже немножко грустно, что я уезжаю в самый, как бы, пик. Вот все начинают строить. Какие-то новые объекты, там, парки. Мне хотелось бы вернуться в более чистый город. Это, конечно, вина в основном жителей, которые загрязняют нашу среду. Но если мы сплотимся, мы обязательно сделаем наш город куда чище и куда красивее. Это первое. Второе. Я хочу, чтобы наш город стал куда прогрессивнее в плане технологий. Чтобы все наши производства были лучше. Чтобы наш город стал процветать. Каждое поколение, они считают, что они самые лучшие. Вот это молодое поколение, они тоже считают, что они лучшие. И давайте верить в них. Потому что очень много, достаточно много хороших ребят, которые занимаются и волонтерством. Они помогают так же, как и мы, пионеры раньше помогали взрослым. Я думаю, что поколение вполне достойное растет, порядочное поколение. Конечно, они еще в душе дети. И им хочется так же, как и всем. Они с удовольствием слышат и кричат «Ура!», когда звучит звонок на перемену. Им хочется тихонечко сбежать с последнего урока и также приболеть на проведение контрольной работы. То есть что-то остается неизменным. Эльна Рахасанова, Лилия Галямова и Сергей Ямаев, телеканал ЮТВ.